Всем доброе утро, дорогие друзья! Все, мы сейчас продолжаем изучать Мишли. Мудрость Сыря Соломона, невероятная вообще. И чуть-чуть ошибся, 14 отрывок у нас сегодня первый, но мы тогда 13 вспомним. 13 мы вспоминаем отрывок, что тот, кто возвращает. Влад, доброе утро. Все, давайте пока все собираются. Тони Каупман, наш традиционный, как сказать, участник уроков. Алекс Поделка, все, Папа Давида. Всем привет! Михаил Федорович, мне все хочется Михаила Федоровича назвать. Это была очень смешная история. Значит, вот Гарри Крома, это кто-то у нас первый раз видно, да? Талия Рафальская. Всем доброе утро, все! Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Мишли, 17 глава и 13 был отрывок, тот, который мы в тот раз закончили, что тот, кто возвращает злом за добро, не отойдет зло из его дома. То есть, это как в душ заходишь, да? Еще раз, я этот отрывок объясню, он принципиально важный. Вот человеку, ему сделали добро. Например, кто-то ему сделал, какой-то человек, добро. А он ему возвращает злом. Не просто, что его и не благодарит, а он просто ему в ответ, короче, сделал прямо противоположное зло. А срабатывает закон, мера, что человек меряет, меряют ему с неба. То есть, он в этот момент включает на небе, на небе включает на себя прям такую ледяную воду, да, образно. То есть, он поворачивает своим поступком, на небе какой-то краник, и его начинают судить, что за его добрые дела ему возвращают злом. Представьте, как это ужасно вообще, да? То есть, он потом и в синагогу ходит, и молится, и всякий делает кучу разных вещей. А ему с неба, вместо того, что ему хорошо, ему идет плохо. Теперь дальше. Как исправить, как исправить это, да, возникает сразу. У меня голова работает всегда, что делать, что делать, как решить. Смотрите, тут интересно. Решение нам подсказывает, есть такой раввин, велите, я считаю, велите раввин. Шалом Арош, Рав Шалом Арош, в книге Сад Благодарности. Он говорит, а надо поступить прямо противоположным образом. Нужно говорить спасибо за все Богу, да? То есть, ты ему как бы говоришь, он тебе, у тебя неприятность, и ты говоришь, как я тебе благодарен, что ты мне посылаешь то, что посылаешь. Я благодарен тебе вообще. Я пока не понимаю, зачем и почему, но я тебе по-любому благодарен, потому что ты плохого не хочешь. И ты, получается, перегибаешь как бы в другую сторону. Ты за плохое, ну то есть, тебе ты страдаешь. Отвечаешь хорошим. Значит, на небе что? Тебе за плохое делают тоже хорошее. Ну то есть, ты как бы можешь переключить краник. Такая мне пришла идея. Он рассказывал, что как-то, как он стал таким великим раввином. У него была ситуация, как он пишет, что он был должен огромные суммы денег, и он потерял, видно, их в бизнесе, еще где-то. И у него были долги, не было что кушать вообще. И он каждый день ходил, и по несколько часов благодарил Бога, уходил в лес, как Бресловский делал. Ты благодарил, благодарил, говорил, я не понимаю, ну за что и для чего ты мне это делаешь, что у меня сейчас все вообще не идет. Но я тебе все равно благодарен, вообще, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. И, в общем, он год где-то так ходил. А люди удивлялись, говорят, слушай, что ты такой радостный, а? У тебя в жизни так все плохо, а ты такой радостный, что у нас вроде все хорошо, а мы такие не радостные. А ну научи нас, что ты такой радостный. И он начал людей обучать тому, как быть радостным. У него есть книга «Сад веры», «Сад благодарности». И он, значит, он был все время радостный и написал эти книги. Эти книги перевели на 20 языков мира. Проданы они там сотни тысяч этих книг. У него огромная община последователей. Деньги он вернул, и как бы все, все отлично. Понятно, да? Как это срабатывает? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. 14-й отрывок очень важен. Он очень важен, и он часто встречается. Часто он в жизни встречается. Сейчас я вам расскажу. А сейчас мне нужен шнур. Итана, есть шнур для айфона? Ага. Значит, смотрите. 14-й отрывок нам говорит о часто случающейся в жизни ситуации. Прямо она происходит, я думаю, у многих. Вот как раз Светлана Шумова. Ее просто уволили, и она счастлива. Представляете? Пришлось даже Богу такую сделать, чтобы... Она можно было в записи смотреть. Вас бы не уволили. Ну, я думаю, что все к лучшему. Светлана Шумова, напишите, пожалуйста, в другом комментарии, или мне в личку напишите, тем вы работаете, в каком городе. Или всем нам напишите. Я думаю, что хорошие люди всем нужны. Может, вам Бог приготовил сейчас какую-то супер работу, да, новую. Хорошо, напишите, пожалуйста. Итак, значит, 14-й отрывок. ПОТЕР МАЕМ РЕШИТ МАДОНН. ВЫЛЕФНЕЙ ИДГАЛА АРИФ НЕТОШ. Он говорит так. Когда начинается капать вода, она как бы из маленькой дырки. Это похоже на начало ссоры. Когда начинается ссора, это похоже на то, как вода начинает течь из дырки. Вода начинает течь из дырки, это как похоже на начало ссоры. Но чем она больше течет, тем что? Тем больше дырка раскрывается. То есть ссора начинается слово за слово. Пошли-поехали. Эмоции. И пошла уже такая пошла заруба вообще. Причем интересно, что бывает, что, значит, каждая сторона думает, что он прав. И начинают уже судиться. Но когда ты уже начал судиться, то ты уже готов доказать любыми путями, что ты прав. И дальше уже можно встать на плохой путь. Когда конфликт, ты начинаешь вспоминать. Еще можно даже до драти дойти. Когда люди начинают с простого выяснения отношений и доходят до драти. Бывает такое? Бывает, к сожалению. Теперь написано так. До того, как эта ссора стала известна другим людям, пока она не вышла уже на... Знаете, как бывает? Двое начинают ругаться, а потом они уже... Там семейная ссора. И она подружкам пошла звонить. Вот, значит, мы поругались. А подружки такие говорят, да просто его козла этого, значит. А ему друзья говорят, ну, то есть, да вообще, зачем тебе она нужна вообще слушать? Ты уже это сам... Они уже все давно поразводились, но им, ну, как бы, понятное дело, что че он женат, это не в их концепции. Значит, до того, как ссора пошла на людей, нужно от нее отойти. Так советует нам Тора, так советует нам царь Соломон, что нужно на начальном этапе уметь гасить. Причем, что интересно, когда человек рационально размышляет о чем-то, да, когда у него включено рациональное мышление, он говорит спокойным голосом таким, он анализирует, ну, что было сказано. Когда он переходит на эмоциональное мышление, то есть, щелкает коммутатор в голове, перещелк между рациональным и эмоциональным. Если он переходит на эмоциональную, на животную часть свою, да, он уже не думает, что сказать. У него одна цель разорвать противника, укусить его, да, он превращается в такое животное. Представляете? Ужас. А если это еще пошло на людей, а если еще люди вокруг, они не какие-то мудрецы, которые, как ученики Аарона, которые любят мир и стремятся к миру и хотят сделать мир, то они наоборот, ну, да, да, там, в режиму, да. Я это самое, я недавно помню, иду из самолета, идет два мужика, ну, один так постарше, один помоложе. И один другому говорит, да, ну, как они вас унизили, конечно, вообще, так, на этом собрании, там, это самое. Конечно, я, говорит, вообще человек мирный, ну, так мне хотелось им по роже дать, я вообще не знаю, как вы сдержались, знаешь, и он его так подначивает, а то такой идет, видно, он тоже, ну, зажигается, знаешь, и говорит, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним, мы еще им покажем, типа. Но, то есть, в обычном мире, вот это то, что он предупреждал, как только ссора вышла наружу, ее уже тяжело погасить, понятно, да? Так что лучше, как только вы чувствуете, что вам начинается какая-то ссора, лучше сразу из нее выйти. Особенно это важно в семейных отношениях и в дружестых отношениях, потому что дружба теряется. Повод пустяковый, а уже зажегся огонь искра, джиж, все. Дальше, пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок такой. Мацдик раша умаршея цадик туават ашем гамшнеем. Значит, тот, кто... Мацдик, это оправдывает злодея, и тот, кто делает злодеем, обвиняет цадика, праведника. Это мерзость для Бога оба они. Что имеется в виду? Значит, это самое такое понятное объяснение, что это идет продолжение предыдущего отрывка. Когда уже ссора вышла из... То есть, пока вы вдвоем, лучше от нее отойти и прийти к какому-то соглашению, да, то есть, чтобы был мир. Но когда уже это вышло на людей, на людей, тут уже не имеет права ни судья, ни цадик не имеют права уступить. Почему? А это будет тогда нечестно. То есть, тогда получится, если злодею сказать, что ладно, успокойся, возьми себе половину, ну, к примеру, да, или как-то его попытаться, ну, оправдать его поведение, то этим злодея провоцируют на еще большее злодейство. То есть, если уже оно вышло, то должно быть решено все максимально точно и честно. Потому что Бог, его второе имя, это истина, да, истина. И вот здесь тот, кто оправдывает злодея, он в этот момент становится сам как злодей. И тот, кто делает злодеем цадика, для мира как бы, да, то есть, он, цадик, прав. Ну, давайте сделаем, как будто бы он не прав, чтобы, ну, как-то сделаем такую, как успокоим ситуацию, да. Это уже идет мерзость для Бога. То есть, должно быть честно. То есть, мир должен идти по закону. Это очень важная вещь. Мир должен идти по закону. И есть семь законов для сыновей Ноя. То есть, до Торы Бог дал Ною, когда был Ноя в Ковчег, вот это после потопа, это Ноах, его, да, в Торе зовут Ноах. Значит, семь заповедей для сыновей Ноаха. Первая и единственная повелевающая заповедь для всего человечества, для всех народов мира. То есть, Тору Бог потом дал для еврейского народа, это 613 заповедей. До этого была дана всего лишь семь заповедей для всех народов. Если бы их соблюдали, может, и не надо было бы Тору давать. Но даже семь не справились. Единственная из семи повелевающая заповедь, это какая? Делать справедливый суд. То есть, должно быть честно. Должен быть честный, справедливый суд. Один для всех. Без исключения. Без каких-то там... Этот садик, так пусть он, ну, раз украл ничего. Ну, типа, он же хороший. Нет. Должно быть, невзирая на лица, невзирая на ситуации. Закон должен быть один для всех. Это Бог сказал для всего человечества. Должно быть честно все. Поэтому тот, кто оправдывает злодея и тот, кто делает злодеем праведника, это мерзость для Бога. И Бог такие страны, где нет справедливого суда, они исчезают. Все. Должно быть честно. Теперь дальше. Шестнадцатый отрывок. Шестнадцатый отрывок нам говорит следующая вещь. Зачем, говорится, задается вопрос, зачем цена в руке грешника, у которого есть вожделение? Хочет он купить хохму, божественную мудрость, но, говорит, нет у него управления своим сердцем. А сердца у него нет. Что имеется в виду? Есть божественная мудрость, вот то, что мы изучаем, рациональная. Да, вот так делать правильно. Причем оно иногда и непонятно, почему правильно. Бог так установил. Это добро, это зло, это правильно, это неправильно. И сообщил нам аксиомы. Все. Теперь, значит, вот эти вот аксиомы, это некая система, по которой надо принимать решения. Теперь приходит грешник, у которого есть грешники двух категорий. Есть грешники по категории, я знаю, что это правда, я не могу. То есть, у меня вожделение. На запрещенные ду, на запрещенные действия, ну, прям, ну, приятно мне, ну, не могу. Но я знаю, что я грешу, то есть, есть, которые такие злостные, они говорят, я грешу, все, не могу. Есть, которые грешат и стесняются того, что они грешат, но у них есть шанс вернуться к Богу. Теперь, какой у них есть цена, которую они должны заплатить за божественную мудрость? Это отказаться от своих вожделений. То есть, он приходит, я встречал этих людей, он все, значит, приходит на там, на урок Торы, раз, пришел два. Все, я понимаю, я должен сесть, должен учиться, буду вставать на шахарит, там, в 7 утра. Все, будут три молитвы в день, все буду делать, прямо все, должен, обещаю, все. Вот тут был один наркоман, например, это крайность, да, это крайная, ну, крайняя черта. То есть, он уже не управляет своими вожделениями, потому что это, как бы, наркотики, ну, очень сильное вожделение, огромное удовольствие. И вот он приходит, он, как бы, собрался, 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 а потом его, чух, и унесло. То есть, вся вот эта вот система Торы, она с него слетает в один момент, когда он, его вожделение захватывает его и включает его вот эту вот животную инстинктивную часть. Да, теперь, зачем приходит со своим эхиром в руке этого грешника по вожделению, приходит он с, как бы, он говорит, я отдаю свои вожделения, хочу купить, приобрести божественную мудрость. Говорится, но сердцем своим он не управляет, он сердцем не управляет, то есть, он не может управлять своей эмоциональной частью. Чуть что, его сразу уносит. Теперь, какое есть против этого средство? Средство против этого есть очень простое, это мусар. Мусар, это через страдания, через страх. То есть, это единственное средство, которое, как стержень, на которое можно насадить вот эту вот божественную мудрость. Страх перед Богом. То есть, если бы он знал, что, причем его предупреждали, выходишь за ворота синагоги до этого наркомана, все, значит, ну, то есть, уже обратной дороги нет. Но, если бы он знал, что он выйдет и он умрет, тогда он, может, и не вышел бы. То есть, если бы у него был реальный страх, что выйти это страшнее, чем все остальное, тогда это единственное, что могло бы держать в руках его сердце. И второе, это тренировка. То есть, свою вот эту эмоциональную природу, инстинктивную природу, ее, как бы, очень тяжело. Но ее можно натренировать и ее можно поставить под контроль своего рационального разума и духовности. Но есть единственное средство. Какое средство? Тора. Тора, когда ты изучаешь не, как мы изучаем, 20 минут получил и все. А если ты там 6 часов в день сидишь с Талмудом и изучаешь божественную мудрость, то у тебя, в принципе, ты настолько привыкаешь, что рациональное мышление, оно тобой управляет, и у тебя настолько сил не остается на все вот эти эмоциональные штуки, что, в принципе, только вот мне повезло, я раньше был реально очень такой эмоциональный человек. Да, я был очень эмоциональный, дико вообще эмоциональный человек. Но я в 26 лет, слава Богу, сел в Ешиву, 3 года там отсидел, и я свою природу, как бы, изменил. Но в последнее время, из-за того, что я стал опять заниматься больше спортом, то я, ну хотя тоже, я в последнее время практически не, как бы, эмоционально не вспыхиваю. Очень редко, только в исключительных случаях. Это и то, когда я вспыхиваю только в одном случае. Знаете, в каком? Когда второй человек, он меня зажигает. То есть, если в Мишле мы учили, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце одного человека отражает сердце другого, вот это вот эмоциональное мышление. И когда кто-то на тебя нападает, например, да, то зеркальные нейроны, которые есть в мозге, они автоматом включают вот эту эмоциональную твою среду. То есть, ты отзеркаливаешь другого человека, и у тебя, ты не можешь просто не, ну как бы, не включиться. Но когда самостоятельно, я умею не включаться. То есть, Тора, Тора, она помогает не включаться. Значит, еще раз, вот этот вот грешник, если он хочет по вожделениям, если он хочет приобрести Тору, то если он не научится владеть своей эмоциональной частью, у него шансов нет. Так написано в 16-м отрывке. 17-й отрывок, вот он интересный 17-й отрывок. Значит, в любое время люби ближнего и брат для неприятностей рожден. Ну как понять? В любое время люби ближнего, а брат для неприятностей рожден. Вот у меня дочка, она хорошо понимает, что ее брат рожден для ее неприятностей. она так понимает, что он ее но по факту есть два объяснения этого отрывка, первое объяснение такое в любое время люби ближнего именно можно понять в любое время люби ближнего, можно так прочитать это имеется ввиду когда ты своего друга, ближнего, ты его любишь ты ему помогаешь в любое время когда ему тяжело, когда ему хорошо когда тебе хорошо, ты про него не забываешь то ты как будто бы себе рождаешь брата, который тебе поможет когда у тебя будет царак когда у тебя будет неприятность это первое объяснение, так объясняет этот отрывок то есть ты делаешь ближнего себе как брат который тебе поможет, если у тебя будет неприятность второе объяснение что ближний друг это ты с ним другом стал потому что вы в любое время люби, не люби тогда переводится, а любит ближний. То есть, если человек с тобой ближний, то есть, он твой друг, но вы мыслите одинаково, у вас с ним одна, он такой друг-друг настоящий, да, то он с тобой будет в любое время. А брат, который с тобой брат только по физическим, ну, по плоти, да, одна плоть, да, у вас одни папа и мама, у брата включается его любовь в момент, когда тебе плохо, когда ты находишься в неприятности, то любовь брата в этот момент, она включается, но когда тебе хорошо, она не включается, это любовь, потому что, если вы с ним разные, но с ближним, кто такой ближний, кто такой друг, это если у вас с ним одинаковое мировоззрение, одинаковые ценности, одинаковые цели, одинаковая жизнь, то этот ближний, он ближе тебе, чем брат, да, он с тобой и в хорошем, и в плохом. Брат включается, его любовь включается, когда тебе плохо, она включается, за брата, там, и то самое, не дай бог, неприятности, больницы, там, то есть, опять, 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 ротственники всегда помогут. Понятно, да? Это второе объяснение, то есть первое объяснение, это как совет, в любое время приобретай вот этих друзей, которые тебе станут как братья, когда будет неприятность. Второе, это просто констатация факта, что есть ближние, которые с тобой одинаковые, они с тобой будут всегда, а есть, а есть брат, который будет с тобой только, когда тебе будет плохо. Понятно, да? Очень интересный такой отрывок. И последний на сегодня отрывок у нас, да, дальше нам дается совет, это продолжение предыдущего отрывка, как все-таки с ближними, как надо себя вести. дается очень хороший совет, прям реально, 18-й отрывок. Адам Хасер Лев Токея Каф. То есть человек, который, Хасер Лев это тот, кто человек, который рационально не мыслит, у которого его сердце им управляют, эмоции, да, он Токея Каф. Он, он Токея Каф, ну как бы, Токея Каф это, как сказать, он, из второго будет понятно первое, значит, человек, у которого недостаток самоконтроля, он, он является, РФ это, он является гарантом, и он подтверждает, типа подтверждает, поручает, он поручитель и гарант, становится поручителем и гарантом за своего ближнего. Теперь, что это значит? Вот смотрите, вот есть друг у меня, есть друг, к примеру, этот друг, он, он хороший друг, то есть у нас с ним общие какие-то взгляды, он как брат, теперь он как брат, но это же не брат, и даже если он брат, это тоже не я, это все равно другой человек. Теперь он может совершенно не понимать ничего в финансовых делах, и он влазит в какую-то историю финансовому, и говорит мне, слушай, будь, будь моим гарантом, поручи за меня, что если я деньги не отдам, ты отдашь. Нам царь Соломон, мудрейший из людей, советует, нет, в этих вопросах ты должен быть рациональным, ты не можешь поставить себя и свою жизнь в зависимость от нерациональных решений своего ближнего. Какой бы он ни был ближний, ты все равно должен нести ответственность за себя, ты должен обдумать рационально, готов ли ты поручиться за него, то есть там, где нет твоего контроля. За себя ты обязан поручиться, ты поручитель за себя по-любому, то есть ты обязан управлять своей жизнью. Но можешь ли ты поручиться за другого человека, стать за него поручителем, когда ты сам, хасер лев, когда ты сам собой не управляешь достаточно, и ты еще за другого поручаешься, в каком-то вещи, в финансовом вопросе, отдаст он деньги, не отдаст. То есть нам совет такой, что ты должен подходить к этим вопросам, здесь речь идет о финансовом вопросе, очень рационально. Рационально и не позволять эмоциям, захвачь, все мы друзья, на тебе ключи от квартиры, на тебе ключи это. Недавно вот мне рассказывала одна моя знакомая хорошая история. Значит, она, было очень у нее достаточно денег, у ее подруги, близкие очень они были подруги, достаточно денег, и они хотели, она хотела открыть новый бизнес, автомойку, и она, значит, с подругой с этой, а подруга хотела купить, у нее было там дом огромный, несколько машин, она хотела в дом купить новую мебель, и они пошли вдвоем договорились взять кредит рублевый в Сбербанке, там 20 тысяч долларов, то надо было 10 на мебель, то 10 на автомойку, и та, которая на автомойку брала, она кредит взяла на себя, на себя, но оформили в залог машину той, за кредит. Значит, проходит время, она платит, одна платит половину, и вторая платит половину. Проходит время, та говорит, слушай, у меня сейчас хуже дела пошли, я платить не могу. Та говорит, так продай машину. Она говорит, нет, говорит, значит, машину не продам, денег платить не буду. Та, значит, платила, платила деньги, потом, значит, говорит, все, я свою половину выплатил, а дальше платить не буду. У той забрали машину, та погасила, по-моему, свою часть кредита, а потом она пришла к ней, между ними были какие-то расчеты без бумаг, и та еще, ее подруга подала на нее в суд, как будто бы она ей не давала деньги, и шатая ей теперь должна деньги. Ну, то есть, когда речь заходит за финансовые вопросы, за поручительство и так далее, то ты не знаешь, как оно дальше все развернется. И нужно обязательно быть в этом вопросе рациональным, заранее все проговаривать, все прописывать, и тогда будет все хорошо. Все, дорогие друзья, какие выводы мы сегодня делаем? Дружба дружбой, а служба службой. Мне пришла в голову какая-то идея, вообще не история. Значит, первое, что понятно, не надо ссориться, не надо ссориться. Второе, что мне понятно, это нельзя, если ты уже поссорился, и дело вышло наружу, надо идти, прояснять истину до конца. Следующее, что самое главное, это управлять своими эмоциями, если ты видишь, что другой человек не управляет эмоциями, а большинство людей не управляют эмоциями, то с ними лучше не вступать ни в какие финансовые взаимоотношения, потому что человек, который не управляет своими эмоциями, значит, все, с ним лучше дел не иметь финансовых. Все, друзья, вот это то, что я понял. Напишите, пожалуйста, свои выводы, и эти выводы вам помогут дальше поменять. Вот у меня, видите, всплыло дружба дружба, служба служба, это всплыло в детском саду, нам в голову внедрили кучу всяких неправильных убеждений. Сейчас мы пытаемся взять убеждения самого мудрого человека, царя Соломона, которому Бог дал это знание, и вставить их себе в голову. Это тяжелая работа, поэтому нужно обязательно делать выводы, записывать выводы, повторять выводы, рассказывать выводы, и тогда эти выводы зайдут к вам в голову, и они будут вас вести по путям Торы. Все, удачи, успехов, с Божьей помощью, чтобы был у всех хороший день.